Вот он реально плюшевый. Это порода рекс. Ольга Васильевна, Анна Владимировна, вот так уважительно величают питомцев. Имена им дали в честь сотрудников Барнаульского зоопарка. На сегодняшний день в парке около 15 ушастиков. Полюбоваться всеми ими можно будет с 1 января. В этот день, в полдень, официально заработает выставка кроликов. Представлены, какие будут породы. Здесь у нас есть бабочки, здесь у нас есть немецкие ризины, здесь фландры. Есть кролики, которые прям отличаются своей окраской. Допустим, новозеландский красный кролик. Есть калифорнийские кролики с черным носиком и с черными ушками. Посетители могут посмотреть каждую породу отдельно. Пушистые животные будут жить в зоопарке 365 дней на протяжении всего 2023. И он, надеются, многие будут более доброжелательным, нежели уходящий год тигра. Конечно же, кролик домашнее животное. Конечно же, кролик уютное животное. И поэтому всем хочется пожелать тепла, мира и уюта. И дай бог, чтобы это было на всей земле. Кролик – животное не только доброе, но и плодовитое. Крольчиха за раз может родить от 8 до 12 малышей, рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев. И он же подчеркивает, есть все шансы на то, чтобы в мире, да и в частности у нас в крае, повысилась рождаемость. Но предостерегает Сергей Писарев, в Новый год ни в коем случае не стоит дарить друг другу кроликов. Смотрите, 12 лет тому назад, когда тоже был год кролика, мы столкнулись с такой проблемой, когда в начале января, вот новогодние каникулы, нам принесли 80 кроликов. То есть этих кроликов люди дарили друг другу. И когда закончились новогодние праздники, люди задались вопросом, а что же теперь с ним делать, с этим подарком-то? Поэтому я уже в социальных сетях обращался, просил, пожалуйста, не дарите друг другу живых кроликов. Не дарите, а приходите в зоопарк на выставку. Здесь есть самые разнообразные породы ушастых. На руки, конечно, взять не разрешат, но полюбоваться и сфотографироваться на их фоне разрешается без ограничений. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.